В эфире наша постоянная рубрика «Политическое дискавери». Поговорим о карантине. Да. Итак, дневник самоизоляции. Внимание на экран. Итак, день первый. Все уверены, что карантин – это ненадолго. День пятый. Ситуация становится напряженной. Не доверяешь никому, даже домашним. День десятый. У детей первый урок через Zoom. Конфлик. Ситуация становится напряженной. Давайте поразвязываем. Дай только китавый. Можете не забыть. Родители поймут. Наконец-то. День двенадцатый. Все рестораны закрылись. Жена решила приготовить ужин самостоятельно. Все такое вкусненькое. Ну, а день четырнадцатый. Уже две недели, как мы не выходили на улицу, нервы сдают даже у кота. Если кому-то непонятно. Откройте уже, господи. Шел двадцать первый день, а я до сих пор не научился надевать маску. Ну, плюс-минус. У всех по-разному. Вот зато я с перчатками сразу разобрался. Я все правильно сделал, да? Все правильно. День тридцатый. Решил посмотреть футбол. Ну, как футбол. Чемпионат Белоруссии. Ну, какой чемпионат, такой болельщик. Да. Наконец-то карантин закончился, и в самоизоляции были и свои плюсы. Вот, например, мы с женой стали намного ближе, а попугай выучил новые слова. Это мы шарлотку готовили. На самом деле, не забывайте смотреть Discovery и улыбаться. Ну и, как обычно, тридцать шесть и шесть вам всем.